друзья всем привет вы на канале про блокчейн с вами максим и вячеслав рады вас приветствовать мы продолжаем серию подкастов у нас в гостях очень интересные люди всегда на подкастах мы стараемся дать максимум пользы на минуту времени для того чтобы вы могли разобраться в мире криптовалют подсвечиваем для вас крутые проекты интересные инвестиционные возможности и все что связано с миром блокчейна и криптовалют поэтому нужно обязательно поставить лайк если вы смотрите данный подкаст без записи без подписки нужно обязательно подписаться чтобы не пропускать крутые видео и подкасты и вообще все что выходит на нашем канале канале значит сегодня у нас в гостях очень мощный специалист человек продвинутый давно находится в крипте это борис вы уже наверняка его знаете он приходил несколько раз к нам на подкасты севого проекта его в котором мы являлись ранними инвесторами которые также был размещен и размещен по сей день в airdrop hunter и много изменений много интересных новостей сегодня будем бориса расспрашивать борис привет как твои дела слава добрый привет привет все можно я немножко жуть это же нагоню для всех кто нас сейчас смотрит а что это действительно очень важное видео потому что вот в момент когда мы его записываем bitcoin штурмует просто штурмует сто тысяч долларов там 99 500 99 600 то есть вот вот такая вот все происходит и вот сегодня мы в этом видео тоже будем значит немаловажные новости обсуждать проекта ваш проект очень долго строился мы все это видели у проекта какие-то грандиозные планы и колоссальная поддержка от супер кита в индустрии и вот все те люди которые поздно им уже bitcoin покупать эфириум уже дорого xrp уже тоже что-то не то вот все кто хотят час выбрать для себя классный проект хороший протокол какой-то там токен да еще и там и airdrop и все вот это вот тоже любят вот сегодня про все это поговорим настоящий трушный в 3 проект с крутым потенциалом и самое главное что у нас гостях seo который прям все по деталям сейчас разложат расскажет и всякие интересные вещи с вами обсудим поэтому я в предвкушении давайте ребята начинать супер действительно она был маркет попали так долго это ждали до пару лет как минимум на действительно ждали долго давай борис поговорим о вашем проекте нам интересно узнать вообще простыми словами что и что это такое что что за проект какую боль вы решаете спасибо за словом его это единый рынок ручейн ликвидности то есть мы решаем две ключевые проблемы рынка дефай это фрагментированная ликвидность и уязвимые кручейн мосты соответственно сейчас экосистема его предоставляет по сути два продукта то есть вот есть у нас даже два сайта соответственно есть его это как мост безопасный и есть dex cross curve это крошейн протокол обменов то есть торговли и это также елт протокол который решает проблему фрагментированной ликвидности мы умеем использовать ликвидность киров 2 в мире dex по tvl и по обмену там стейбл коина и он простор позволяет решать b2b то есть сегменту проектом до проблема фрагментированной ликвидности а розничным пользователям проводить сделки с низким проскальзыванием и обменивать такие активы на данный момент как разные виды долларов между блокчейнами и также эфир и разные версии биткоина позволяем обменивать и вместе с нами проекты смогут свои токены запускать сразу умничаем то есть в кучу блокчейнов запускать свой токен и делать его сразу ликвидным имея всего лишь один пул ликвидности это наше ключевое преимущество фактически запуская дао мы запускаем рынок ликвидности где поставщики ликвидности могут получать хорошую доходность а проекты привлекать ликвидность легко и при этом экономить потому что эта ликвидность становится доступной сразу же во всех подключенных блокчейнах на данный момент мы поддерживаем стейбл коин свопы в 15 блокчейнах эфириум в восьми блокчейнах обмениваем и разные версии биткоина и еще восьми блокчейнах суммарно мы поддерживаем 15 блокчейнах вот собственно можно также до посмотреть на сайт cross curve здесь ссылочка есть главный главная страница да вот это если говорить о том что наш проект делает если более подробно погружаться в каждую проблему то что такое фрагментация ликвидности это проблема когда в каждом отдельно взятом блокчейне ликвидность изолирована а вот у вас давай подожди вот как раз подать тебя такими простыми вопросами это перебивать как раз я буду в режиме хомяка выступать чтобы мы общались и тот кто нас потом смотрит тоже не охренел и мы так слона сидим по кусочкам получается вот я перешел до на cross curve ну вот здесь можно и свапать соответственно здесь вот есть еще отдельная вкладка с ликвидите вот здесь я поклассал до стеблы мы уже с тобой до этого обсудили что он лпшки все тот объединяет да здесь даже биточек смотрю вас есть на 5 лямов а вот да это все объем все обернутые да какие-то там битки эфира вот на 4 миллиона получается грубо говоря когда я прихожу сюда свапать вот да тут я нажал то я тут вот и бейс подтянулся блокчейн да там но место сну то есть блокчейнов дохрена это на есть это блокчейн но не важно ты сказал просто про блокчейн я тут поэтому сбился допустим если я хочу вот у меня что-то есть в эфире да и что-то в бинге чине или там в эфире и вот фантом в этом юзайте да то я просто прихожу сюда в одно место и произвожу здесь обмен правильно я понимаю типа вы собираете это все в кучу просто такое же похоже и у нас есть вопрос кстати мы его готовили чем ваше вот решение допустим отличается от других есть же похоже там не знаю у ваннчат даже что-то cross chain какая-то штука есть еще там у кого-то я по я вижу что даже юнис в общем то в эту тему копает да вот они там свой лр2 там выпускают еще почему вы впереди них и вот чем вы отличаетесь и как вы уломали curve или вы просто взяли начали их использовать и вот расскажи в чем ваша киллер фича да давайте расскажу про киллер фича смотрите то есть да действительно из там конкурентных проектов есть например такие проекты как stargate squid или там окрас протокол это отдельно взятые технологии скажем так круче и надменов ну то есть некие круче и биржи либо мосты есть также агрегаторы такие как джампер которые меняют что угодно на что угодно пользуясь услугами сторонних других мостов соответственно основное отличие от конкурентов нас стоит в том что нам нужно примерно в 10 раз меньше ликвидности чем им если мы говорим именно про контекста обменов там и ликвидности а нужно примерно в 10 раз меньше твл для того чтобы показывать низкие проскальзывания то есть о чем я говорю мы даже ты вид про это выпускали мы сравнивали на суммах там скажем порядка 100 тысяч долларов обмены в джампере которые используют свою очередь например stargate squid окрас и другие протоколы под капотом нас пока не подключил но это я думаю временно вот и и cross curve сравнивали соответственно на многих направлениях у нас были лучше проскальзывания чем у джампера который агрегирует протокол в этих протоколах сотни миллионов долларов твл лежит у нас сейчас данный час порядка 14 миллионов твл суммарно в эфирах битках и стеблкоинах и мы уже можем конкурировать поскольку киров финанс seo киров финанс наш лид инвестор то соответственно по моей личной просьбе мы снизили комиссии недавно то есть киров снизил комиссии например на стейбл пулах в пяти блокчейнах снизил до 0 1 bps то есть это 0,001 процент очень низкие комиссии поставили и соответственно мы по комиссиям конкурируем например со stargate stargate тоже достаточно демпинговой комиссии ставит 0,25 bps что такое bps это базовый пункт то есть это сотая процента да если я правильно считаю в общем в итоге технология cross curve создан для того чтобы небольшим объемом tvl эффективно обрабатывать большие обмены кроме этого у нас уникальная архитектура то есть мы используем промежуточный блокчейн вот все конкуренты они вот из блокчейна а в блокчейн b сразу меняют им нужна соответственно ликвидность и тут и тут и когда речь идет о комбинации там не знаю 20 и 30 блокчейнов им нужно существенно больше ликвидности а мы все эти блокчейны соединяем через центр то есть мы используем промежуточный блокчейн внутри которого это объединяется то есть у нас в документации есть классная картинка вот если зайдете там cross curve архитектура есть документация cross curve docs cross curve fight то есть там можно это найти сейчас находитесь на документации его ну да я уже в разделе продукты да там cross curve есть можно оттуда перейти вот там есть такая классная картинка такая звездочка где видно что топология какая у нас топология то есть топология звезда фактически вся ликвидность собирается в центре и поэтому каждый доллар из одного блокчейна непосредственно связан с каждым долларом другого блокчейна за счет этого достигается эффективность то есть ликвидности нужно меньше а проскальзывание хороший и собственно первый этап масштабирования мы считаю проходим успешно то есть мы собрали первичную ликвидность и с помощью этой ликвидности мы будем веб-три проекты принципе любые токены листить делать им cross chain листинг представьте себе один пул ликвидности при этом покупатель может купить этот токен откуда угодно с точки зрения конечного пользователя казалось бы это одно и то же вот это к звездочка да то есть это как пример устроен пул x стейбл то есть как мы меняем стейбл коина вот есть 8 блокчейнов там есть какая-то ликвидность уже на керве мы соединяем фактически эти пулы ликвидности в одной точке аналогично схема работает и для эфира и для биткоина только немного проще мы не используем там пулы ликвидности керва мы просто берем эфир из ряда блокчейнов или биткоин и соединяем в одной точке соответственно вот это с аккумулированной ликвидность в центре ее можно переиспользовать можно взять и построить свою ликвидность поверх этой ликвидности перспективе можно будет использовать это для например cross chain займов когда я кладу за биткоин из любой сети и занимаю под него доллары в любой сети и и все это в одной точке соответственно мы в первую очередь решаем проблему проблему би ту би то есть как я и говорил что казалось бы для с точки зрения этого пользования но я и так и так могу купить но в одном случае например проекту понадобилось в пяти блокчейнах создать пять разных пулов на дексах положить туда деньги а это затратная вся история навести мосты и пользователь может это купить в нашем же случае с точки зрения бизнеса проекта один пул ликвидности и соответственно также юзер может все купить но при этом проскальзывание будет лучше потому что вся эта ликвидность будет сосредоточена в одном пуле отношения вот можно вот я дополню я вот просто посмотрел за документацию и вижу что вы используете как апчейн фант на фантоме да почему вот у вас да есть destination блокчейн допустим эфириум сервис блокчейн да и вынули в любой мы берем туда любой выбрали и у вас везде здесь видишь на на картинке фантом как бы с апчейн здесь фантом ну то есть вы его как бы юзере как вот то что ты сказал промежуточный и здесь тоже самое дачейн а почему именно фантом дай коротко почему так так коротко потому что нам нужен в качестве хапчейна нам нужен блокчейн и вем с быстрой финализации то есть который быстро финальные транзакции принимает и и чтобы там был дешевый газ его было много вот фантом в этом плане идеально подходит и кстати говоря фантом в декабре как бы запускает новый блокчейн нового поколения который по скорости будет как солана называется этот блокчейн sonic соответственно мы там как ранние адоптеры участвовали скажем так в конкурсе проектов вот вчера буквально они объявили что мы стали одними из 30 проектов которые стали победителями мы попали во второй тир одним из пяти проектов вот этой программе sonic boom то есть мы получим от phantom foundation а точнее часто уже называется sonic foundation грант этот грант будет отправлен на развитие проекта в том числе там скорее всего награды какие-то ликвидите провайдером то есть мы одним из первых проектов пойдем мигрировать sonic и это блокчейн как я уже сказал то есть он планирует собственно соревноваться с соланой и там очень крутой сетево андре крайне то есть этого не помню тут уже подожди уже как минимум альфа тут насыпал и кроме того что мы говорим сейчас о вашему еще дойдем до токена его вот там про него тоже поговорим у нас подъехала альфа по поводу фантома и вот тут написано прям до что это sonic скоро то есть фантом он же sonic это как знаешь этот мать икон же полигоны он же пол вот я можете делать какие-то активности у нас и возможно они вам зачтутся где-то мы там и круто если вы их пробросить лиду вот помнишь вот эти все баллы и джин леер и так далее когда они начали друг у друга воровать эту ликвидность и вот эту всю историю делать то есть будет классно если вы тоже так сделаете все ребята которые в аэродром хантери участвовали в карточке его давали ликвидность давали вот это тоже там кучу всяких транс делали участвовали до во всех этих штуках если как-то получится это либо в следующем раунде пробросить это вот надо будет может быть команды я могу еще пример из недавнешнего рассказать мы делали недавно с нашими партнерами собственно альфа майн где у нас будет паблик сейл на следующей неделе мы делали линии lxp кампейн это вообще очень эксклюзивная штука потому что эти ребята альфа майн они очень близки с линеи с консенсус и соответственно мы выбили такую штуку вот недавно была возможность можно было свапать в линея через cross curve и получать три вида поинтов то есть поинты дропа второго сезона его карму ланчпад альфа майнд первый ланчпад на линии и собственно lxp поинты на линии и таким образом к нам пришло за пару недель порядка сто тысяч ончейн юзеров вот соответственно линея сейчас напрямую промоутит наш проект то есть можно посмотреть в твиттере они вот вчера по моему репостили про наш паблик сейл а у линея twitter 1 и 3 миллиона собственно юзеров вот круто поздравляем вас таким движим которые там проходят слушай ну вы же классно когда вот общаешься непосредственно вот с ребятами из разработки прошу мы больше оторваны да мы так в медиа живем мы сами с максом ну таким занимаемся то нас называется ну такое дефай вот эта вся история мы как бы к ней все равно как периодически возвращаемся но сейчас в последнее время немножко кэша оторвались и когда я езжу на какие-то там мероприятия ну допустим там больше in life так далее там основном майнеров много ну то есть там трендовая или как хайп хайповая такая тема но вот разработчиков да вот но таких вот вот конференций глубоких где можно посмотреть вот проекта хотя как раз линея вот да они периодически стенды берут что интересно вот мы ездим на бифкон мы ездим на токен 2049 ну вот такие вот тебя сейчас послушал и понимаешь что допустим какие проекты сейчас живые продолжают пить инфраструктуру вот пожалуйста phantom он же sonic до линея его киров как бы да никуда не девается не сдается понятно что там давно кир войны были всякие разные и убит и кто нас снимает нас слушает понятно что дуен ресердж да и мы не даем финансовых адвайзов но как минимум уже можно было услышать несколько проектов на которые в предыдущем в этом в новом булране который нас ждет ли который уже начался вот и когда начнется сезон нужно присмотреться и такие проекты которые имеют миллион двести людей откуда может сто тысяч прийти да там и транзакции и новых пользователей так далее это значит живые проект это вам не какой-то хомяк где просто люди без денег что-то понажимали пришли и они просто бестолковые трупы а это люди из проектов которые выращивали годами еще когда не было никаких хомяков ни хрена андре кране тоже то вообще там батя в 3 который по напридумывал всяких интересных штук помнишь такие фамилии вот сейчас хомякам который топали хомяка адриками им ничего не скажет а те кто действительно в 3 давно понимает как-то работает они знают что как бы да батя уходил немножко уставал но видишь фантом что-то мучил мучил но вот все-таки вернулся и вот этот булран крылья его тоже и вели же что они в первом квартале токен запускают наконец-то и люди пустали вот дропов но они сейчас последнюю стадию проводят вроде как линея lxpl еще у них есть point defa и активность вот и соответственно вот эти люди сейчас им гиджится к нам в том числе в наш public sale давай тогда к вам и вернемся у вас уже закончился первый сезон аэрдроп а сейчас еще можно как-то получить вот и вот это второй сезон какие-то штуки будут немножко сюда поподробнее расскажи и вот я как раз поклацаю там токеномику пока вы же рассказываете я картинки по показываю да да ну немножко наверное так то есть сейчас больше про токен про дропы да вот этот вообще дал около токена какие активности и аэрдропы вот у вас были в сезон и вот в чоках можно как получали как еще где поучаствовать ну давай по кругу пойдем ся за всю историю то есть мы получается раздавали дроп у нас была альфа тест пол дроп там один процент сопла и соответственно этим летом на зафиналили первый сезон его adventure quest там соответственно три процента там с небольшим сопла и раздали там очень хорошие результаты были потому что не так много было участников там порядка 10 тысяч кошельков многие получили там x20 x30 к затратам но если это по цене если как бы считать фактически чуть ли не листинговой цене да то есть возможно сильно больше вот соответственно сейчас идет дроп второй сезон в не в рамках него какие есть активности то есть во первых есть активности на cross curve то есть можно каждый день приходить свапать чтобы получать point то есть мы уравняли китов и креветок то что называется то есть можно делать либо одну транзу большую там в день условно и получать свой максимум по это в день то есть мы ограничивали и либо можно сделать там десяток мелких транзакций получает тот же самый там 250 point если вы заходите каждый день у вас идут мультипликаторы то есть нам дополнительные point и начисляются кроме этого есть еще бонусные квесты которые мы дополнительно вот у нас есть виджет там справа от свапа то есть там есть соответственно активности которым укладываем часто есть по бейсу транзакции можно делать бейс можно метить себе номер скор что дает вам дополнительные поинты но для этого нужно иметь некую уже как бы количество транзакций чтобы номер посчитал что у вас достаточно хороший скор не пропорционально нами скоро мы дополнительные даем поинты соответственно там же было или линеевские квесты и мы со всеми партнерами то есть совсем блокчейнами стараемся партнериться и какие-то выбивать дополнительные плюшки для наших юзеров то есть дополнительные поинты от других блокчейнов у нас в фокусе в приоритете кроме этого есть вторая активность в рамках второго сезона сейчас я тоже расскажу соответственно telegram mini apps мы сделали свой называется он ламовиль лама этот символ во многом символ дефай и соответственно мы там немножко учим людей каким-то дефай понятием такая пока веселая игра но дальше там появится очень активность там будут фактически там cross curve будет портирован внутрь telegram mini apps и можно будет делать собственно все то же самое что на сайте делать telegram mini apps и и будут вся геймификация вокруг этого заворачиваться вот соответственно во втором сезоне активность в этом приложении тоже играет роль там некий мультипликатор то есть мы сейчас запускаем склады соответственно можно построить свой склад там есть реферальная система соответственно приглашать людей для нас это такой дополнительный канал энгейджмента ну то есть там много социальных заданий мы там освещаем новости и вы кросс керва но соответственно пожалуйста приходите там приглашайте друзей прокачивайте то есть это будет учтено как некий фактор до при раздаче дропа второго сезона и в рамках собственно второго сезона у нас есть отдельная активность которая отдельно оплачивается это early farming программ то есть ликвидите провайдеры сейчас на cross curve и могут зарабатывать например стоп 100 годовых собственно в нашем токене который будет раздаваться после ты джи и и с вестингом три месяца там токен называется r и вы реворд его соответственно можно предоставить ликвидность на эфирах долларов биткоинах в данный момент и зарабатывать очень хорошую доходность соответственно эта программа будет продолжаться вплоть до launch а токена вплоть до запуска нашего дао где уже мы перейдем на стандартную схему наподобие как это работает керф то есть там будут голосование за эмиссию на какой пол сколько распределим тоже будет доходность но большую доходность будут получать те у кого из голоса в нашем дао это такой тоже важный момент но я собственно про дропы рассказал теперь плавно могу перетечь в например utility токена до либо я могу рассказать сейчас про собственно условия для нашего утилити как раз и потом уже в комьюнити раунд какие критерии и так далее утилити токена его состоит в том ну что это governance токен то есть он нужен для того чтобы иметь голоса в его дао соответственно для чего нам нужно его дау его дау будет управлять мостом его consensus bridge то есть обеспечивать безопасность мы обезопасиваем деньги которые хранятся в масте от нас самих то есть команда не сможет напрямую что-либо в масте менять какие-то настройки там какую-то новую версию кода вообще ничего не может делать если это не подтвердит дау то есть это первое защитная функция вторая функция дау это собственно распределение казны у нас есть там казначейство соответственно есть определенный уровень инфляции который этот уровень самим дау может быть определен и она же распространяет собственно стимулы то есть на какие пулы мы дадим сколько ликвидности на какие цели то есть там гранты фарминг мы можем давать там взятки в другие до of curve и это все определяет комьюнити соответственно какая ну там скажем так прибыль там от участникам токен холдером какие потоки времени у них возникают во первых внутри дау сразу встроен стейкинг то есть если вы лочите токены в дау это обязательное требование вам надо лочить как минимум там от недели максимальный срок три года вы получаете соответственно пропорционально голоса чем на больший срок вы лочите тем больше у вас будет голосов если вы лочите один токена его на три года вы получаете один голос в дау при этом уникальные фичи является что у нас такой наверно 1 дау где можно пустить свои голоса у нас есть еще уникальная коллекция nfc его nfc которые могут до x3 ваши голоса бустить таким образом вы можете либо уменьшать себе время лока и лочить например токен не на три года она год если у вас есть и насти которая бустит ваши голоса до x3 и что важно что фактически стейкинг идет на всех тех кто залочил токены в дау но при этом доходность получает большую те у кого больше голосов соответственно можно сказать что nfc в том числе и бустят доходность стейкинга вот этот стейкинг он непосредственно в тело вашего лока идет то есть если вы там залочили токены на год то награды которые вы получаете они будут как бы внутри внутри тела добавляться то есть начисляться вам надо будет нажимать кнопочку чтобы тело как бы увеличивать кроме этого что дают голоса если у вас есть голоса то когда вы формите на cross curve у вас может быть доходность до x x два с половиной так называемый max boost то есть если человек пришел с улицы положил некую ликвидность например там он положил тысячу долларов и я положил тысячу долларов но у него голосов нету в да у него дубой доходность там маленькая если у меня есть голоса в да у меня в доходность будет существенно выше чем у того кто у кого голосов нет кроме этого холдеры соответственно в дау получать будут прибыль протокола то есть прибыль заработанная от мостов от обменов так далее она будет распределяться на холдеров дау мы будем аккумулировать раз там в какой-то период времени распределять вот соответственно что еще важно сказать что вот эта уникальная и насти коллекция наша она еще является и тупи marketplace то есть в любые ваши вот токены которые у вас есть например вы получили дробь там будут вестинги и nfc позволяют эти токены продать досрочно то есть вы можете взять nfc если у него там определенная рарность но определенное количество токенов вмещает берете ваши токены соединяете с nfc и дальше выставляете на marketplace например на openc и продаете кто это будет покупать очевидно что это будут покупать киты которым вы его дау нужно иметь много голосов им для этого нужны и токены и nfc и они с радостью купят у вас ваш друг например у вас мы специально это делаем синхронно как бы с листингом то есть мы ближайшие дни запускаем nfc функционал потом будет g и потом будет листинг токены соответственно во время листинга в этот функционал будет уже полностью доступен то есть токены дропов которые мы выдадим можно будет просто-напросто параллельно с листингом продавать на marketplace и соответственно какой-то спрос будет возникать и вы сможете гораздо раньше зафиксировать свою прибыль от дропа если вы захотите при этом кажется не бить по стакану не портить курс а именно вот на вторичном маркете это все будет работать достаточно уникальная схема токеномики в принципе каких-то прямых аналогов я даже не встречал можно сказать это это некий наш эксперимент но достаточно долгое время это все схемы борьба было бы прикольно если вот здесь до таких как я был было бы написано что к примеру если вы хотите ну там относительно пассивно зарабатывать примеру тысячу долларов в месяц используя да вот протокол то вам надо собрать вот такое комбо там типа не знаю а 10 тысяч токенов его которые вы размещаете на три года в голосование плюс к этим 10 тыс 10 тысячам токенов и мы вам нужно там рарную или какую-то там инфинити нфтшку которая там удваивает ваше время и вы вот сюда стейкаете вот вот здесь нажимать тут носит такой пример как ваш наш как бы алиса боб и вот как мне допустим зарабатывать тысячу долларов в месяц типа но относительно пассивно что мне надо сделать чтобы я не сам вот это высчитывал или не отдавал это начата джи пяти который тоже охренеет вот где-то какой-то пример привести а потом мы соответственно можем умножить да если но вот пример на тысячи долларов а я хочу зарабатывать допустим 10 тысяч долларов в месяц там или не знаю там в год вот что мне нужно сделать из этого можно было понятно что я думаю что мы это все сделаем в процессе то есть сейчас его дау находится в аудите то есть тоже кстати наверное важно сказать что мы прошли два полных аудита функционала и соответственно его дау сейчас аудируется тоже и планируется выкатка соответственно в течение декабря середина там конец декабря дау выйдет то есть выйдет токен и мы постараемся максимально синхронно к этому времени запустить дау и соответственно интерфейсы тоже разрабатывается там очень много экранов мы естественно всю юзер документацию обновим по этому поводу то что говоришь действительно так мы сделаем там потом какие-то best practice и появятся и так далее что касательно там доходности стейкинга также объявим то есть фактически доходность стейкинга будет уменьшаться ну как бы как в любом стейкинге чем больше токенов стейкается total total supply тем ниже в отношении и вел к токенам типа там да ну соотношение именно всего золоченных токенов в дау к общему количеству токенов влияет на ставку именно базовую ставку стейкинга но дальше это базовая ставка стейкинга распределяется между теми у кого голосов больше но вот там да вот это нюансики вот это что надо сейчас прогнозировать очень сложно то есть это будет зависеть от того как вот люди собственно это ну это достаточно такая можно сказать что это игра да потому что вот эти инфти их еще можно объединять то есть их сейчас изначально около 54 тысяч мы сейчас запускаем миграцию из старого блокчейна где они лежат аврора битру и они будут мигрируется в арбитру то есть какое количество переедет мы не знаем это люди делают сами добровольно дальше их еще можно будет сжигать я могу сказать что по математической модели конечном итоге иных тишек останется чуть меньше трех тысяч вот самых топовых то есть остальным принципе можно объединять и они будут сжигаться то есть ну например можно взять 5 комонок объединить и будет одна нка монка можно взять 7 нка монок и объединить их в рарку да и можно взять 9 рарок и сделать легендарку и каждый новый класс он вмещает в себя большее количество токенов это практически весь supply его туда помещается соответственно какое-то количество supply его будет находиться в обороте вот на грубые нефти до находиться на вторичном маркете а какая-то часть естественно будет залочено в дау именно это является но на наш взгляд то есть дефляционным механизмом это именно то что будет забирать токен с рынка и помогать как бы его цене держаться хорошо собственно в этом наша как бы идея состоит одной стороны борь дефляционный как как бы да то есть и киты допустим да ты правильно сказал они тут все смержили взяли наклепали себе там этих рарок ну или там легендари сделали до себе запихнули туда по 100 тысяч токенов это им дает но но это им дают да они залочили это все на три года тут важный поинт но это им дает 2 и 8 икса на доходность но они и вынимают голоса голосах да а но то есть короче но все равно да в голосах но и они там уже голосуют продвигаться дело в том что это фактически конкуренция за доходность то есть то что было и в кирве да там кирф вальс это конкуренция за доходность но дело в том что она это все до время дорожает то есть на начальной стадии когда ты залетаешь в эту историю у тебя достаточно дешево обходится этот буст но чем больше количество токенов всего заблокировано в дау тем дороже тебе этот буст стоит понимаете ровно мне сейчас надо пойти искупить комонки нахер никому не нужны вот и потом с них можно наклепать будет до постепенно но ты взял там не знаю тысячу комон и потом вот прошелся по вот этому нашли опал себе легендарок да то есть может быть масса по разных стратегий то есть как это стоит делать мы и самом деле эти и нести раздаем периодически мы проводим различные компетишен и например торговые на кросс керве да и победителям раздаем и нефти делаем это в течение там нескольких недель вот в первом сезоне мы раздавали наверное по меньшей мере триста четыреста нэфти шик неплохих и так далее то есть у нас еще есть некоторое количество нэфти у проекта на руках и мы будем продолжать стимулировать комьюнити в том числе через через них еще последний скажу важно и да что наши дау и она ближе к таким дау как велодром например или аэродром есть ну может быть кто-то слышал да там отличие основное в том что голоса в дау они являются иных тишкой то есть это еще одни иных тишки то есть в итоге когда вот вы все это положили собрали у вас есть голоса у вас есть стейкинг вот это все можете взять просто и продать кому-то если вам вдруг надоело вот это важное отличие от например того же самого керва в нем договориться к вашему кошельку намертво говорю потом вы договоритесь керва мы вот эту инфтешку можно будет как ликвидность использовать а наш там стоит как вода и там заложил ее и под нее взялся без тейблов допустим тоже рожьи тоже лендинг протокол да и делать под них там что-то да какие-то займы все давай теперь вернемся к этим комьюнити раунд хотел хотел узнать про токен мне вот я сижу мне интересно где бабки и у нас в чате когда листинг тут бабки много где видишь и в маленьких нфт шках камон который кажется никому ненужные а как бы из них можно наштамповать себе рарок и легендарок тут деньги там еще и там чуть-чуть там чуть-чуть там в аиртоп там чуть-чуть и там чуть-чуть и везде чуть-чуть поэтому давай подбираемся кого-то давайте я вам поэтапно расскажу поэтапно да то есть в данный момент сейчас открыт собственно white лист то есть дополнительный набор да то есть можно записаться в война white лист public sale на следующей неделе собственно public sale начнут происходить давайте я расскажу последовательность по порядок в котором это будет происходить принципе мы это постили у себя но еще раз то есть основной сбор будет проходить на площадке альфа-майнд это лаунчпэд который первый лаунчпэд на линии также они на самом деле тоже наши ранние инвесторы за ними за альфа-майнд стоит in mind capital это акселератор стартапов и венчурный фонд который вкладывался на ранней стадии он прямо в то же время что вот ребята из про блокчейн вот соответственно сейчас они запустили лаунчпад это первый сейл на этом лаунчпаде то есть вдумайтесь это получается первый launchpad на линея и первый сейл на этом лаунчпаде именно поэтому наверно линия нас и поддерживает прямо сейчас этот самый сейл вот соответственно мы используем этот launchpad как площадку для нашего сейла чтобы просто не не разрабатывать этот лишний функционал ради одного сейла как мы обещали что наши как бы ранние пользователи или как еще часто называют о джей original gangsta users да они соответственно могут первыми имеют право первыми зайти и купить на этом селе соответственно мы даем white-листы по которым первая фаза сейла проходит первое значит идут альфа тестировщики люди которые в двадцать первом втором году тестировали его протокол у нас есть white лист соответственно им дается там по моему 6 часов на то чтобы выкупить свою локацию соответственно дальше потом идет расширенный white лист где одновременно заходят следующие категории значит обладатели и войны вти и который мы сейчас обсуждали любого типа рарности участники первого сезона airdrop который уже зак закончился зафинален есть собственно airdrop чекер можно посмотреть если ваш кошелек там в списках или нет и насчет и лига был не лига был да дальше мы еще больше расширили чтобы дать всем шанс поучаствовать все те кто хотя бы 250 поинтов набрал во втором сезоне и его airdrop компании соответственно тоже и лига был для того чтобы набрать 250 поинтов достаточно ну грубо говоря один день посвапать ну либо если у вас есть там дэп тысяч пять долларов можно сделать одну одну транзакцию будет вам там эти поинта ну грубо говоря то соответственно дальше мы поскольку мы близки с керф экосистемой также white лист добавили всех холдеров и сервии и и его ликвидных оберток от конвекс тыкдау айорн в общем все холдеры керф дау грубо говоря дальше еще одни наши друзья это так называемая за ламас за ламас это ребята которые сделали и насти коллекцию лам этих лам носят на аватарках фаундеры ведущих проектов керф и системы например конвекс стейкдау и так далее да то есть это такая небольшая коллекция всего чуть больше тысячи иных тишек на эфире которые как правило их холдят такие трушные дефай чуваки соответственно они эти за ламас что-то вроде синдиката они входят во многие новые проекты керф экосистемы и в нам они тоже зайдут соответственно они тоже попадают в их лист дальше значит условия участия на минимальная инвестиция 100 долларов максимально 10 тысяч долларов соответственно условия комьюнити раунда 15 процентов разлог на 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 листинге и остальное в течение 12 месяцев линейно то есть мы улучшили условия ранее у нас там было клифф несколько месяцев сейчас получается поскольку биткоин 100 тысяч долларов был рану мы понимаем что все хотят вот как бы зарабатывать и не ждать там очень долго поэтому комьюнити раунда мы сделали везде линейные вестинги чтобы каждый месяц вы могли там какое-то количество денег получать вот соответственно чтобы попасть white лист вы можете что сделать если вы там пропустили все наши дропы там сезоны вы можете либо сейчас приобрести nfc в авроре там есть документация там marketplace и так далее либо набрать 250 поинтов во втором сезоне для этого надо послапать на cross curve вот кроме этого есть форма сбора заявок на участие в альфа-майн соответственно в альфа-майн то есть второй этап сейла это будет сейл альфа-майн да это для юзеров платформы альфа-майн плюс для всех тех кто просто за пойдет и запишется в лист ожидания то есть грубо говоря если вот эти все люди не выкупят весь сейл у вас останется шанс в нем принять участие собственно во второй очереди то есть сейл может закончиться на любом из этой категории которые перечислил но мы сделали так максимально лояльно да они висеть и сейлы fcfs то есть кто первый зашел тот первый купил поэтому то есть шанс есть у всех вот но естественно те кто во второй очереди у них шанс поменьше чем те кто в первый вот соответственно это что касательно паблик сейла то есть он будет проходить на следующей неделе первая фаза начнется в понедельник потом соответственно через по моему два дня 2 и так далее то есть это на следующей неделе далее тг е тг е будет 5 декабря что я вкладываю слово тг е вот некоторые люди считают что тг е это обязательно дата листинга изначальный смысл этого слова токен generation event мы именно сгенерируем токен разложим по вестинг сейфом а у нас их очень много типов там порядка 13-14 типов вестинг сейфов у нас такая сложная достаточно экономика откроем клейм портал и все вот участники все инвесторы все учители дропов все те кто за нами следил там вот эти почти четыре года они смогут прийти и забрать свои вестинг сейф что такое вестинг сейф это смарт-контракт которого положен токены в которой положены токены и он по определенному расписанию начинает отсчитывать вам вестинг выдавать эти токены вы можете заходить сколько угодно потом оттуда клеймить токенов он вам будет показывать соответственно клейм портал что вот столько токенов вас разблокировалась вот столько токенов еще не разблокировалась вот там такой-то таймер там тикает отсчет и так далее если у вас там например клифф он пока сколько у вас осталось до окончания этого клиффа вот соответственно вот это просто что произойдет 5 декабря когда листья листинг соответственно произойдет промежутки не более двух недель с момента вот этого и генерации токенов когда будет именно разлог токенов если у вас есть например вы купили комьюнити раунд там есть разлог на ты джи или у вас например дроп первого сезона там тоже есть разлог на ты джи соответственно это будет именно вот токены из этого сейфа вы сможете достать в момент когда будет листинг вот в тот день когда будет листинг мы разрешим то есть фактически отчеты отчеты собственно всех разлогов начнутся в день когда будет листинг потому что поскольку это происходит не в один день есть но не некие сценарии от которых мы хотим защититься да то есть кто-то там взял токен пошел на какой-то пул создал там ликвидность положил нарисовал там какую-то цену непонятную которую мы не согласовывали поэтому для этого делается такая защита вот собственно нужно времени ну почему вот это вообще зазор есть на наш взгляд потому что достаточно непростая история с этими сейфами людям надо время разобраться если это было бы все в один день но было бы мне кажется существенно сложнее с этим разобраться вот соответственно комьюнити раунд о котором я рассказал на следующей неделе это единственная возможность на паблике приобрести его до листинга соответственно какие то может быть еще минорные сейлы будут но условия там одни и те же я имею ввиду что каких-то там других раундов с какими-то другими условиями не будет вот соответственно наша как бы идея в том что мы стимулируем как бы мы всегда рады чтобы к нам постоянно люди которые с нами в долгую хотят играть поэтому на этом собственно цели вестинг длиной один год так что вот имейте это ввиду мы всегда рады комьюнити которая готова следить за проектом участвовать и так далее тогда давайте давайте борис еще поговорим про ютилити токен ну токен понятно будет тг сейчас люди делают различные активности чтобы его получить интересно где будет использоваться токен максимально и как вы собираетесь обеспечивать именно спрос на мне мне казалось что я как будто бы об этом рассказал ну давайте еще раз в целом до рассказали что ну давай теперь подытожим то есть чтобы уже в долг то есть такой связал еще раз покороче со мной бы делай да покороче самое сделать то есть токен нужен для того чтобы быть членом дау это нужно тем кто хочет во первых иметь какой-то стейкинг на токен то есть долгосрочным холдером это будет интересно это нужно тем кто хочет например на предоставлении ликвидности зарабатывать больше то есть иметь такую ставку повыше рыночной на например на фарминге стейблкоин биткоина эфира и так далее вот соответственно единственный вход туда это это дау единственный способ взаимодействия с дау заблокировать там токены его кроме этого как я уже сказал есть вот свободный токен разлоченный который можно куда угодно отправлять наша такая подразумевает что и токен еще может находиться во множестве агрегатных состояний то есть он может быть заблокирован на какой-то срок и мы даем возможность этот токен тоже использовать это как бы очень классная инновация потому что во многих проектах заблокированный токен ты ничего с ним не можешь сделать он просто лежит и ничего с ним сделать нельзя то есть в нашем случае фактически заблокированный токен имеет практически все те же самые утилити что я свободный токен кроме того что его нельзя продать стакан но функционально он точно также участвует в дау точно также приносит какую-то доходность точно также у вас есть голоса ну и конечно дау нужно тем кто хочет разобраться там как вообще устроен дефай то есть кому там это все тема не безразлично фактически наша цель что ключевые участники дау и фактически это будут какие-то большие проекты будут заходить непосредственно наши клиенты потому что у нас во многом битуби продукт конечно ритейл тоже получает определенный набор услуг но когда заходит какой-то проект какой-то протокол представьте себе например какой-нибудь новый блокчейн запустился и вот ему нужно привлечь ликвидность к себе например из эфира и из других блокчейнов и cross curve там и его выступает там например главным мостом в этот блокчейн и например стейбл коины эфиры битки туда приводит для того чтобы все это дело эффективно работало нужен некий пул ликвидности и там должна быть ликвидность чтобы проваля обеспечить пропускной канал по которому ликвидность может ходить вот там в этот блокчейн и для этого ему нужно например инсенсивы то есть ему нужно поддерживать там ликвидность ликвидность провайдером надо платить соответственно он может вступить в его дау взять наши токены заблокировать поступить в его дау и голосовать за себя за свой пул что вот мне сюда вот такой процент инфляции вы направляете пожалуйста потому что я член дау и соответственно поставщики ликвидности будто его получать будут приносить ликвидность и там все хорошо либо другой вариант у этого проекта он не хочет например быть токен холдером но он готов заплатить членом его дау за то чтобы ему на его пул направили ликвидность направили точнее и инсенсивы награды соответственно он берет какое-то количество денег там свой токен какой-то да и говорит дорогие там члены его дау вот я вам предлагаю награду за то чтобы вы вот проголосовали за меня вот за вот этот пул на время там не знаю две недели месяц вот я вам дают столько денег и у каждый ваш голос оплачивается вот там какой-то суммы денег фактически это еще один вид дохода принятия который получает холдеры дау поэтому нужно быть активным холдером дау если вы просто заблокировали его и забыли и вы не участвуйте ни в каких этих голосованиях в эту прибыль не получите то что называется брайбы то есть не очень благозвучно звучит но как бы это принято называть взятки можем назвать это награды но фактически в керфа к системе это называется взяткой вот то есть если вы активно имейте там сказать жизненную позицию вас есть заблокированные токены и его в дау есть голоса вы можете во всех голосованиях который будет появляться больше 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 участвовать и различные проекты вам будут еще свои токены дополнительно давать это еще дополнительная прибыль то есть это вот суммирую стейкинг его то есть инфляционный доход если вы блокируете токи дополнительный доход награды от проектов за которые вы проголосуете как держатель голосов его дал прибыль протокола которая будет начисляться зарабатываться потом начисляться соответственно раз в какой-то период времени холдеров то есть непосредственная доходность от протокола кроме этого если вы еще и сам поставщик ликвидности то есть вы можете размещать ликвидность на этом зарабатывать повышенная доходность boost на предоставить ликвидности вот такой набор плюсов дает вам собственно владение токеном его а можно мы гипотетически вы смотри вопрос я задам чтоб как раз это будет интересный пример вот у нас есть наша до хантер сдал которая инвестировала вот на ранней стадии как раз мы были до инвесторами вот в самом там сидра он не знаю где то мы там закидывали какую-то денежку и соответственно у нас есть вот эти токены и первая идея хомяка который мыслит сегодняшним днем обычно да это вот как только получил токены разморозились в стакан но по вам видно чтобы ну прям серьезно пилите серьезный подход вы понимаете вот в этой глубинной экономики корм вот этих всех брайбов шмайбов вот как вот это да то есть как дао нашему грамотно поступить то есть вот ты сказал мы когда о как некое юрлицо можем взять эти все токены запиндюрить на три года купить еще там не знаю этих нфтшек усилить наши голоса на 2 и 8 до плюс еще и предоставить ликвидность когда у там допустим собрать наш крести там еще лям допустим и закинуть еще и ликвидность в самую интересную пару и сколько вот в такой штуке наша дао и мы по сути становимся вашим долгосрочным партнером как ты говоришь да в долгу можем ли мы с вами простроить вот такую интересную финн модель для нашего дао чтобы мы все это провернули проголосовали у нас да и вот стали вашими партнерами в долгу и допустим раз в квартал или там раз в год какие-то денежки выводили уже распределяли в рамках дау вы могли бы вот нам либо в час коротко гипотетически там теоретически ты бы мог озвучить либо отдельную модель как-то просчитать и еще мы вынесли на голосование предложили что давайте не будем хомяками а раз уж мы на ранней стадии зашли сто лет назад давайте еще сто лет и вот значит купим потом один bitcoin интерес ну какой у вас может быть например то есть с чего все обычно начинается если у вас есть токен и желание запустить токен то есть как у дао да такая потребность то вот тут мы можем быть у нас есть ваш токен борь мне похуй на другие токены я чисто про бабки как и макс просил мы вот тут крутим вверх им вокруг как мы когда взяли доллары и в два года или три года назад за я про полезность сказать да что да не хотим новый токен мы хотим взять ваш токен болезнь конечно конечно ему загрузить на полный вариант как просто до стратегия такая то есть вы как ликвидите провайдеры да то есть вы берете просто свои голоса максимизировать вас задача то есть также работает например на вот в керфа к системе также работает convex или стейк дау они что делают они в свою пользу аккумулирует максимальное количество голосов и они все время этот свой лог продлевают на максимальный срок он как бы навечно фактически да но у них есть в итоге большая часть голосов и они что делают то есть они берут и и начинают ну во первых предоставлять ликвидность они могут во вторых они чат голосовать за те пулы которые до генерят самую большую доходность и соответственно эти свои голоса туда направляют вот соответственно даже ты задам от комиссию грубо говоря типа да ну фактически они как бы имеют до свой процент с того что через них проходит фактически вот например вот у керва 50 процентами голосов владеют convex и он фактически может распоряжаться ими как хочет и он использует уже как свой инструмент угрид ну слушай ну можешь прийти ко мне я тебе там за тебя могу проголосовать и фактически он зарабатывает тогда на взятках то есть он говорит я могу себя проголосовать а что ты мне за это дашь ты говоришь ну вот я там за неделю за 2 вот готов дать 30 тысяч баксов окей хорошо и и он тогда берет и голосует за нужный пул да и после этого инфляция из казны как бы керва да приходит туда на этот пул то есть фактически convex ему это ничего не стоит он получил деньги проголосовала инфляции из казначейства пошла куда-то да то есть вы как владатель там голосов вы можете так такой же штуку штуку тоже делать соответственно также обладатели голосов могут как бы объединяться то есть голоса можно будет делегировать друг другу и они делают смотри это не было луарно либо существует механизм какой-то значит было бы класть была как у гугла понимаешь есть механизм нет давайте я вам расскажу вот буквально кстати очень это в тему вот есть там один такой протокол стейк да вот мы буквально вчера на нем запустили взятки в киров то есть наши дау тоже будет так делать регулярно то есть вот нам нужно утащат есть фарминг я сковерли фарминг программ вот есть там пулы там можно класть деньги и идет награда нашим токеном но он сейчас не ликвидные да то есть он выйдет там будет теге потом три месяца потом может будет продавать либо там с помощью и нефти его можно продавать чуть раньше но не суть мы даем вчера вот дали взятку соответственно в размере там пару миллионов токенов вот этих рэйва на срок две недели на платформе стейк дау то есть вот market 2 это такой рынок голосов которые вот вчера вышла новая версия вторая мы там проголосовали соответственно дальше какой будет процесс сейчас идет там неделя голосования какое-то количество голосов за нас придет потом нам выделится определенное количество инфляции токена серви и наши поставщики ликвидности начнут получать награду в двух токенах вот здесь на этой схеме вот с правом нижнем углу вот это и нарисовано несколько видов наград соответственно на вот эти пулы поставщики ликвидности будут получать его токен и серви токен потому что мы дали взятки в собственно холдером в серви через платформу стейк дау и вот если у вас будут голоса вы их будете также монетизировать через платформу стейк дау их там несколько мы сейчас с ними всеми плотно коннектимся все расскажем ну как бы ближе к делу когда это заработает соответственно да те у кого есть голоса они их могут дополнительно монетизировать через вот эти вот собственно такие механизмы если вы при этом еще кладете свою ликвидность у вас есть просто стабильный повышенной доходности на нее в кирове во многом ликвидность лежит благодаря тому что они создали модель которая позволяет в долгую держать доходность то есть там и органическая доходность есть в процент комиссионный от обменов плюс какая доходность в токене и соответственно поставщики ликвидности там сидят киты во многом до которым например не нужна супер высокая доходность нужна стабильная доходность они кладут там несколько миллионов долларов и получают там понемножку но они знают что это самое надежное и то есть многие там asset management фонды держат деньги в том числе в киров потому что это надежно вот таким на какая средняя по больнице сейчас на юсдт допустим там ну или на вот это три пулы как это стебл называется сейчас и именно на кирове ну на какие-то старые стебл коины старые пулы со стебл коин там вообще маленькая доходность там может быть 35 процентов и у них сейчас есть свой стебл коин сервере везде там доходность побольше там в районе где-то 20-30 процентов то что мы сейчас даем доходность эти она безумная сто процентов вот но это как бы это дисконт за счет того что токен этот еще не вышел и это как бы риски какие-то понятно что поэтому доходность повыше как бы идет вот в среднем час рыночная в дефай на долларах ну 20-30 процентов может зарабатывать примерно так рез так ну слушай я считаю что мы тут час пробеседовали и причем тяжелой борьбы тяжелой беседы видно что ты очень глубоко разбираешься в этих штуках и кто действительно киты инвесторы у кого задача стоит и сохранять средства да и небольшую доходности потом иметь там не знаю 10 или 20 процентов там на стеблы еще много интересной темы и это точно потребует потом когда у токен появится дополнительных консультаций чтобы мы могли грамотно разместить может действительно мы соберем какую-то схему посчитаем сколько у нас всего токенов там у airdrop hunter а у нас там у всех и может мы сколько мы сможем вот этих голосов саккумулировать с учетом нфт шик и если это получится какая-то существенная штука который можно будет этой вот in power торговать да и что-то из этого получать то надо такое предложение будет однозначно вынести попробовать это сделать а может быть новый раунд под это собрать даже что вот давайте постараемся обеспечить спрос ну то есть у нас есть pipeline проектов планы очень большие да то есть переговоры очень там классные мы когда собственно финальная стадия давайте немножко еще чуть-чуть расскажу не все успел сказать сожалению а пять минут вот чисто самого важного чем и тебя не спросили а вот вот действительно важное фундаментально вот за пять минут выкладывай потому что час мы уже пишемся и ну тяжело будет добиться до этого места придется в начало ставить я понял да возможно я хотел сказать да что у нас финальное развертываем продуктов мигрируем в sony в начале года и там запустится его консенсусный бридж то есть это будет самый безопасный бридж на рынке которые мы будем продавать и блокчейном эффектом там стейбл поином эмитентом лр тела си такие как там те же самые до mellow и другие то есть мы уже общаемся есть интересном и эмитенты биткоинов то есть мы пойдем по самым крупным проектом дефай нам где там много теле и конечно же то то есть добавится и воронка с тем что есть всякие мемы есть всякие токены хайповые их тоже будем обрабатывать и планируем еще много ритейла привлечь сейчас я вам расскажу еще очень важную новость она вообще супер пушка да мы получили грант от он фондейшн в размере соответственно вместе с он фондейшн а будут инсенсивы на 500 тысяч долларов когда мы пойдем в лайф это будет копейки в первом квартале соответственно там кучу у нас есть бомбических новостей да то есть киров идет в тон сейчас две команды занимаются тем что портирует киров тон они там собственно получили право от первого использовать их код мы будем использовать их ликвидность в тоне чтобы сделать стейбл свопы соответственно между и веем и тоном и также мы будем использовать мосты которые туда приходят там в r0 акселар придет и соответственно с еще есть партнерский мостом астеризм проект который уже сделал бридж между и веем это он именно так месседжинговый протокол вот соответственно вот эта вся штука пойдет в лайф и соответственно наш телеграмм мини-эпс станет торговым таким приложением торговым терминалом где можно будет в тон тоже менять вот я думаю что это тоже немаловажный фактор там естественно будут награды от этого тон фандейшина в ликвиде провайден то есть заметьте тенденцию у нас уже есть грант от sonic у нас есть грант от phantom мы как мы понятие со всеми дружим то есть мы берем разные экосистемы и получаем там какие-то классные плюшки для наших пользователей холдеры и вода у они будут получать токены там от этих от этих от этих то же самое ну то что вы берете хомяки до который там просто вот могут что-то простое поделать мы тоже им будем стараться как бы давать возможность до получить заработать какие-то еще токена за счет именно вот этих кросс активность вот это пожалуй все что хотел добавить с того что вот забыл из важного протон вам сказать круто друзья смотрите очень важно во первых борис не уходи как мы сейчас закончим я хочу вам сказать очень важную вещь если у вас остались вопросы они вас однозначно остались потому что его несмотря на то что это очень интересный протокол вообще в целом очень интересная история на которой можно при правильных действиях заработать много технически сложная история но надо немножко вникнуть разобраться ссылочки обязательно мы оставим все под этим видео вы переходите в комьюнити общайтесь задавайте вопросы там все очень приветливые классные изучайте эти все момент обязательно ставьте лайк потому что я считаю что этот контент должно увидеть максимальное количество людей чем больше вы ставите лайков соответственно больше людей ваших знакомых это ведь и репостите своим друзьям для того чтобы они понимали какие нарративы на сегодняшний день есть предлагаю всем попрощаться с нашей любимой аудитории и обязательно я думаю что мы еще встретимся на подкастах когда уже произойдет только дженерейшеновен когда уже все это будет работать может быть даже какие-то практические вещи прямом эфире вам покажем как это все работает спасибо за внимание так обычно приятно здесь присутствует и рассказывать вам обновление извините если слишком сложно но как мы сейчас запись завершаем всем хорошего дня или когда вы смотрите надеюсь вы не пропустите это мимо ушей очень много сегодня интересного и полезного рассказали всем пока друзья